Всем добрый день, это третий эпизод nFactorial Podcast. Сегодня у нас в гостях Рахат, известный ранее певец, а ныне предприниматель и инвестор. Рахат, как дела? Потихоньку, спасибо, все хорошо. Кстати, я недавно слышал у этого Сейнфилда, он говорит, что на три темы шепчет, это когда чаевые. Второе, это когда обсуждение идет афроамериканцев. Это в Америке. Да, да, да. И третье. Ох, блин, забыл. Типпинг, это и, 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 а, сейчас, сори, забыл третье. И он в конце говорит, представьте, если вы про такие темы, типа, у нас перестановки провелись. Да, 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 у нас часто обсуждают. Особенно в Астане, в Астане приезжаешь, первым делом. Ты слышал, да, я тебе заранее скажу, короче, сейчас перестановки, Акима, короче, будет Аким. Все по-другому будет, да? Да. Кстати, Рахат вот интересную идею предложил в начале, буквально, когда мы вот только садились записывать, снять этот эпизод в стиле Between the Ferns. Да. И это прям не напомнило, мне очень нравилось. Почему тебе этот подка... Тебе нравится этот шоу? Чем оно тебе запомнилось? Да, оно, оно гениальное. Мне сразу приходит в голову интервью с жвачкой, короче, с Брэд Питтом и с жвачкой. Это было уже ужасно. Расскажи вкратце вообще, что это за жанр и как он, как бы... Да, мне нравится, да, мне нравится, когда юмор, допустим, комедия, когда она undercover, она не очевидная. Показывает всю абсурдность общения, там, допустим. Они издеваются над жанром интервью, допустим, кто берет интервью и так далее. Там, а представьте, если человек, который берет у тебя интервью, допустим, что он тупой, на самом деле, и он ничего не вырубает за их и предвзятый, ну и так далее. Ну, я тоже от себя добавлю, вообще очень классное шоу, да, Between the Ferns. Там стоит два папоротника, и они, как бы, на самом деле, между двумя папоротниками сидят. Зак Галифанакис, который известен, наверное, всем благодаря фильмы Hangover, как прогулка, вечеринка в Вегасе, мальчишник в Вегасе, да, а гость у него всегда какой-то топ-эйлист голливудская звезда, и у него ноль респекта этого человека. Да, да, абсолютно точно. Ноль респекта. Почему я об этом не подумал, не сказал? Там, не знаю, Обама к нему пришел даже на один раз, когда он, наверное, перед выборами, по-моему, для новой публики. И там вообще много респекта. Первые, там, две минуты... Вообще, кстати, все эпизоды, они супер, там, не знаю, короткие, 10 минут буквально. Он там сидит и игнорирует, вообще, гостя, смотрит на свои ногти, я не знаю, там, что-то по телефону. Абсурд, абсолютно. Абсурд, абсолютно. Причем не пора сказать, как Обама себя ведет. Вот он себя круто ведет. Он умеет, там, и статно, и достойно, но при этом он может и подшутить, там, и в ответ, там... А в ответ что-то сказать спокойно, там, это классно. И там получается такая история, что тоже таким, такой традицией стала подшучивать на самим хостом. Да, да, да. На тем, что он, там, у него лишний вес, на тем, что там надо его интеллект. Ответка, да? Да, то есть ответка такая появилась. Я вот не помню, какой был, один из был гостей, который вообще ни слова вообще не сказал. Я не могу вспомнить, кто это был. Не женщина? Не помню, кто он. Ага. Ну, ладно, это вообще классное шоу, мне кажется, очень трудно его... Вы хотели так и начать, я предложил так и начать это шоу. Но я не смогу так сделать. Я не за Галя Фадакис. Мне кажется, мне нужно еще там долго-долго учиться. Я в его роли мог бы сделать. Все перевернулось бы. Классно. Рахат, спасибо большое за то, что пришел. У нас есть рубрика про самый лучший комментарий, и мы дадим задание в конце этого эпизода, как раз у тебя есть, наверное, часок, чтобы придумать какое издание. Я уже придумал. Окей. Ну а пока мы быстренько выберем самый лучший комментарий в первом эпизоде. Я вот подготовил страницу с комментариями. Здесь очень много хороших комментариев. Напомню, что вопросом был самый ваш любимый подкаст. И мне ничего не остается делать, так выбрать тот комментарий, у которого выбрала публика. И комментарий, связанный с подкастами, с наибольшим количеством лайков. Это комментарий Нуралиса Прогалиева, чей любимый подкаст называется «Huberman Lab» подкаст, потому что он позволяет понять на фундаментальном уровне наше поведение и процессы в мозге. Это, мне кажется, очень хорошая рекомендация. Нурали, поздравляю, ждите футболку от нас. Рахат, буквально сегодня воскресенье мы записываем «Ты не смотрел бой?» и «Алекс Волкановский» и «Ислам Махати». Я посмотрел просто на хайлайты. Не знаешь результат? Нет. Как ты думаешь? Понятия не имею. «Алекс победил?» Был очень близкий файт, судя по… Это по рашению этот бой закончился? Да. Решением. Решением выиграл. Значит, «Алекс» проиграл, да, по рашению? Решением выиграл «Ислам». Но я вот просто хайлайты в твиттере. Там в последние 10 секунд «Ислам» получил и упал, и «Алекс» его прям там… Он выжил, да? Да, выжил. Там тайминг был очень… Буквально 330 секунд, мне кажется, был бы… Он его на пол повалил, да? Да, нокаутом был бы… Возможно, я не знаю. Интересно. Елки-паки. Времени не хватило ему, да? Да, ну… Больше времени мог, да, он нокаутил? Да. Ну, это как бы… Я определил несколько тем, о которых можно поговорить. Давай начнем с такой, может быть, неожиданная тема. Да. Но спорт… Какую роль спорт играет в твоей жизни? Ну, большую… Да. Большую роль… У нас, в принципе, семья спортивная, дядя там абсолютно непобедимый чемпион по борьбе, по греко-римской борьбе. Вот я и борьбой занимался, всеми видными борьбы, кроме джи-джитсу можно сказать, занимался достаточно активно там и плаванием, и пробовал там… Все пробовал. И достаточно, скажем так, активно и серьезно. Но до сих пор там по сей день я каждый день вот занимаюсь спортом, и у меня бывают такие периоды увеличения, допустим, был период, когда я зюдо был увлечен, но он стоп, он все, все про зюдо и так далее. И это у меня вот там несколько лет продлилось, а последние годы боксом увлекся. Блин, это такой классный спорт, оказывается. И вот буквально последние три года, ну, чуть больше трех лет боксом активно занимались. И спарринги были и так далее. Ну, вот я видел тебя в деле, ну, как бы в боулинге и сноуборде, и видно, что у тебя есть такой, прям, естественный, как бы, как минимум, на мой вот взгляд… Как показалось, да? Да, то есть такая вот талант к спортивным состязаниям. Это, наверное, такая, как бы, в чем это, с чем связано? Это, может быть, ты начал с детства или как бы… Да, мне кажется, да, мне кажется, в принципе, вот с детства то, что спортом, еще разными видами спорта занимаешься, уже видишь что-то общее. Даже вот новыми видами спорта бокс я достаточно быстро там научился, поставил и так далее, за счет того, что вот прошлый опыт. Есть где-то синхронизация, параллели, допустим, и мне кажется, у меня не больше склонность, чем у обычного человека, но опыт, мне кажется, создает. То есть есть возможность конвертировать навыки из одного вида. Да, да, есть такой, есть база. Допустим, на доске, на одной доске, если ты научишься, допустим, кататься на любой, будь это скейт или сноуборд и так далее, другие доски тебе очень легко подадутся. Я думаю, там буквально за пару занятий ты можешь поставить. А вот такой вопрос, наверное, будет в стиле Тим Ферриса вопрос, такой вопрос, скажем, такого дилетанта, такого лайфхакера слэш лентяя. Давай просто пройдемся по вот этим пяти-шести видам спорта, которым ты занимался, и три рекомендации для новичков. Давай начнем с дзюдо. Что вот ты начинающим дзюдоистам рекомендуешь? Что нужно учесть, когда начинаешь заниматься? Ну, в любом виде спорта, в активном, там нужно именно на тазовую часть обратить внимание. Там, где есть движение, это ноги и таз. Допустим, бокс и дзюдо — это ноги и таз. Допустим, бокс, многие удивятся, допустим, что это руки, это не руки, это ноги, а руки — это только в конечном результате, результат того, как ты ногами двигаешься. Практически всю кинетическую энергию, место расположения, как ты себя ставишь и так далее, даже вот техника удара, например, у тебя поворачиваются ноги, потом таз, потом плечо и в конце только рука идет. И рука буквально она даже не напрягается, ты просто выкидываешь. И вот дзюдо, допустим, и бокс — весь акцент можно делать именно на ноги и таз. Понял. А в чем разница, насколько я помню, ты мне рассказывал про разницу между греко-римской борьбой и вольной, что в греко-римской, по-моему, нельзя тянуть ниже. Да, ноги этот… Да, в греко-римской борьбе ног нету, это единственное различие, но это вот это маленькое различие, оно дает огромные изменения вот в том, как выглядит греко-римская борьба и тогда. Греко-римская, она более силовая, допустим. За счет того, что меньше опции, допустим, в вольной борьбе ты можешь, у тебя больше опций, ты можешь хитрить, например, и ты можешь больше скрывать там свои недостатки и так далее. Там вверх, допустим, сделал акцент наверх, например, там тянешь его, он только защищает вверх, ты хоп, перешел на ноги, например. В греко-римской таких опций меньше. Потому что ты не можешь тянуть его за ноги, соответственно, ты должен… Да, у тебя опции только, у тебя, допустим, в греко-римской, например, у тебя большинство твоих опций становится пул или пуш, короче. Потому что если ты толкаешь соперника, он, естественно, образом толкает тебя. И ожидая, что он будет тебя толкать, ты можешь его поймать на джамбас или на кочергу, допустим. И он тебе практически сам это дает, значит, ты используешь его, там, кинетическую энергию. Но сначала ты должен сделать толчок вперед, его толкнуть, и он, когда тебе в ответ толкает, ты его, хоп, встречаешь, и ты используешь его же силу. Если бы ты его, допустим, если бы ты не использовал бы его силу, тебе гораздо тяжелее было бы бросить его на джамбас. Ну, такие хитрости. А чем их гораздо меньше становится за счет того, что ног нет. Еще один дилетантский вопрос. В чем разница джидо от греко-римской воли? Вот, это кимоно. Это вот ключевой фактор. Именно отсутствие кимоно, оно тоже сильно влияет. Допустим, кимоно, это прям сильнейший фактор. То есть ты можешь тянуть за ткань? Ты за нее за ткань держишь, ты за нее можешь удушающе делать и так далее. У тебя там разнообразие мувментов, вообще это совершенно другое. И плюс вот джидо, это, наверное, один из моих самых любимых видов спорта. Даже по ощущениям, вот, когда, допустим, ты в раздевалке одеваешь кимоно, допустим, чистое, да, со стирки, у тебя такое ощущение, как будто ты в каком-то в униформе там, военном или, ну, именно вот это ощущение. И когда ты выходишь на маты, ощущение чистоты, легкости, у тебя нет обуви, допустим, ты в одном кимоно. И когда ты с соперником начинаешь вот именно схватку, вот это ощущение легкости, что ты вначале там в легкую закидываешь. И потом вот это усиливается, усиливается, и в конце ты на полную отдаешься. Классные ощущения, супер. А расскажи из этих вот видов борьбы, какие наиболее, на твой взгляд, полезные для того, чтобы преуспеть в смешанных боевых искусствах, там UFC, MMA, все прочее. Любой из них. Если ты в одном силен? Если ты в одном силен, это тебе дает сильный эдж боевых искусств. Даже вот смотришь MMA, у всех есть своя специализация. Некоторые, ну, на мой взгляд, особо даже и бить не умеют. Допустим, джи-джитсу, он не был популярен в начале ММА, когда такой Грейси джи-джитсу чувак пришел, и он победил восьмиугольник без единого удара. Он стал чемпионом, не сделав ни одного удара, всех на удушающие, там, на сабмышленном взял. Это был переворот в спорте. После этого стала бизоном борьба, джи-джитс, там, ну и так далее. Любой вид спорта. Причем, но я заметил одну интересную вещь. Те, кто зюдо круто профессионально занимается, они, кстати, почему-то не супер преуспевают в ММА почему-то. Ну, мне так показалось. То есть, интересно, вот такое, я помню, у меня был спор еще в следующий год. А, вот, мы же обсуждали, как раз таки, кимоно и не кимоно. Вот я заметил, что мало почему-то, но это на мое мнение, этот, мало зюдаистов, потому что, этот, как раз причина, что там нету кимоно, что, как раз таки, вот эту опцию у них убрали, и вариаций стало меньше. Из-за этого, да? Да, мне кажется, это повлияло на их перформанс. Потому что они привыкли. Да, 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 потому что они привыкли за что-то тянуть, там, и так далее. Вот вольники, например, там, джи-джитсу, понятно, они там, да, какие-то самбисты, например, вот им идеально подходят, например, у них практически это ММА готовы. А вот, у меня, я помню, еще в следующий год был такой супер дилетантский спор, не знаю, там, просто пятницу вечером мы обсуждали, типа, кто выиграет, там, практик джи-дкун-до, джи-дкун-до, это такой, скажем, прародитель смешных боевых искусств, которые там… Это Брюсли, да? Да, 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 то есть это некая комбинация каких-то там элементов фехтования, бокса… Это он сам придумал, и взял лучшие с разных этих, да? И лучший, условно, лучший джи-дкун-доист встретится с лучшим мастером, не знаю, например, кендо или мастером какого-то одного искусства, и кто победит? И что ты думаешь на этот счет? Кто выиграет? Генералист или мастер? Вот это классный вопрос. Ты не можешь сказать, что тот или другой победит. Победит тот, кто супер хорош в чем-то в одном. Если эта опция существует, допустим, если у тебя нереальная банка, удар, да, например, и в этом виде спорта, допустим, можно бить, да, например, и ты всю жизнь только умеешь бить, да, например. Если у тебя эта опция есть, и твой соперник там плохо бьет или плохо от этого защищается, вообще никакого шанса, хоть он какой генералист, хоть он круто выворачивается, хоть он, я не знаю, хоть что он делает, допустим, если его можно ударить, то у него шансов нету. Это как бы просто смотришь на характеристики и достаточно там одного супер качества и все. Я тоже на этот счет свой поменял точку зрения. У меня была слепая вера в джиткот до, но я в дальнейшем понял, что я как бы привязывал твои точки зрения, на самом деле, и это я, наверное, увидел в другой вообще индустрии стартапов. Именно по этой причине у стартапов есть небольшие компании, есть шанс побороться с лидерами рынка за счет этого фокуса. Да, да, да. Ты можешь быть супер хорош в одном. В одной фиче. Да, да, да. И за счет этого забрать все. Да, 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 да. Это интересно. И это же действительно, ты же видишь, что есть компании, которые в начале роста они лучшие в одном только. Только одно дело делают. Да, только одно дело делают. И они с фокусией и практически ничего больше не делают. Инстаграм. И забирают в фильтрах для фотографий. Да, да, да. И больше ничего нет, больше ничего. Вообще это тупейшее приложение. Как бы он особо ничего не делает. Но он захватил все. Но вот угол атаки был очень-очень четко. Да, да, да. И спас фейсбук при этом, да, более-менее. Совершенно. Ну и я хотел бы буквально последний вопрос по спорту. Мы часто обсуждаем про величайших спортсменов разных спорта. Да. И почему. И вот у тебя тоже очень интересный на этот счет есть взгляд. Расскажи, пожалуйста, про твоих, ну то есть начнем с бокса. Ага. Кто, на твой взгляд, там, величайший боксер и почему? Майк Тайсон. Почему? Без флорного Майк Тайсон. Майк Тайсон. Ну вот первое, что о нем можно сказать, он не предрасположен к боксу совершенно. Он, если бы, допустим, подбирали бы, там, его подбирали бы, допустим, скаутеры до того, как он начал боксовать, по его характеристикам, мне кажется, его бы никогда не выбрали, потому что особенно супертяжи. Он маленького роста, метр семьдесят семь, короткие руки. И стамина у него так, под вопросом выносливость. И как раз таки, то, как он отточил свою технику до совершенства, можно сказать, вот этот стиль пикабу, что первым делом, что он делает, за счет его весовой категории люди должны быть высокие, там, под два метра ростом, длинные руки, и они должны там быстро бить, да, на дистанции. Они издалека тебя просто фигачат. И это реально в боксе работает. Ты тратишь малой энергии, ты там просто руки издалека закидываешь, он пока к тебе подкрадется, он там больше сил, во-первых, потратит, а в-третьих, ты можешь и сам передвигаться. Но Майк Тайсон, он отточил именно вот свою технику так, чтобы он первым подкрадывается. И пока он подкрадывается, где-то он заходит, ты только открылся, и у него есть удар, который может усыпить вот с одного удара любого соперника. То есть одна очень большая сила. Одна большая сила сконцентрирована в одном месте, он находит время, и он в какой-то, это нереально просто. А пикабу что такое? Пикабу это стиль бокса. Этот соперник перед тобой, он постоянно вот так вот как маятник шатается, и ты не можешь нему попасть, короче. И он вот так к тебе подкрадывается. Да, очень прикольно. Вероятно. Если говорить про смешанное боевое искусство, там кто, на твой взгляд, ну… Так, смешанное… Андерсон Сильва. Блин, я его обожаю. Тоже гениально. Он с чем-то похож, с Мактейсом, но он такой, налегке. Какой у него бэгграунт? Он с чего начинал? У него, короче, этот джи-джица, муай-тай, он всегда дерется на расслабоне, он тоже хорошо, отлично выворачивается, и он всегда бьет самыми, скажем так, необычными ударами. Допустим, он там один из первых, кто просто стоит, стоит, например, соперником, и ногу просто прямо закидывает. Прямо в лицо. Просто в тупую. А это неожиданно, потому что до него… Вот так вот никто не нокаутировал. После него начали вот так вот нокаутировать. Плюс то, как он чувствует удары, выворачивается, и налегке может просто закинуть, и сразу спать уложить – это удивительно. Но он прям ниндзя, короче. Наверное, он мой самый любимый. Мне, кстати, этот очень улыбает, когда Стирин Сигал в каждом из своих интервью говорит, что он его там, то ли тренер, то ли… Да, а он же к нему ходил же реально. И Сигал уже вот так… У него, кстати, этот, если это такое мое скрытое, как сказать, секретное, как сказать, удовольствие, от которого мне стыдно, мне нравится смотреть на интервью двух человек. Это Златан Ибрагимович и Стивен Сигал. Особенно Сигал, он настолько, мне кажется, то ли оторван от реальности, то ли живет в каком-то собственном… Да-да, в собственном мерку, да-да. Где он самый мастер, да. Где он искренне верит в то, что… И это очень интересно смотреть. Златан, мне интересно смотреть, потому что Златан, на самом деле, на деле показывает на поле… Да, у него бэкап есть, да? У него есть, чем бэкапить. Да. Но Сигал в чуть меньшей степени, да, у него есть большой качеств фильмов. Ага. Мне самое интересное, как нравится, как Сигал мастерски, скажем так, переписывает истории. Да-да-да. Что его учил основать на айкидо, который вообще, по-моему, даже не было живых в тот период… Умер. Да, когда Стивен жил в Японии. Это легко проверить любой… Да-да-да-да. Но Сигал продолжает… Потому что, мне кажется, он искренне в это верит. Ага. Мужик, молодец. Ну, просто ему надо как-то поддерживать свою… Златан мне нравится тем, что он настолько уверен в себе, он как бы король на поле и за его пределами. Да. Там мне одно интервью понравилось, где у него там после матча что-то там спрашивают. Ага. И все переворачиваю в то, что Златан интервирует журналистов. Ахахахаха. Это было просто гениально еще. Ага. Я еще помню, когда он приехал в Л.А. В Галакси, по-моему, да, он приехал. Ты рассказал. Да, он купил целую страницу в Л.А. Таймс. Это вообще… И написал там «You're welcome». Страшный мув вообще. «You're welcome», да? Да-да. Я приехал. Наоборот. Да-да-да. И вот, кстати, у него тоже комментарии в в Ютубе. Ему это сходит с рук еще. Очень, да, все. Положительно. Положительно. Да-да. Это такая вот положительная высокомерие. Да, если бы там в Алмату кто-нибудь приехал бы, сказал бы типа «Welcome», мы бы его загнобили бы жестко просто. Он бы уехал бы на следующий день. А ну «Welcome» мы бы ему сделали. Да-да-да. Нет, Златан, конечно, интересный. Но самый кайф, что со Златаном сходит с рук. Да-да. И он на деле бэкапит, он доказывает, что он крутой. Да-да. Он крут на… Мне кажется, он еще крут на поле, в том числе, благодаря тому, что он вот этот вот эманирует, эту уверенность, превосходство. Да-да-да-да. И защитники это, это, ну, сделают ошибки. Да-да-да. Не вынуждены ошибки в присутствии Златана. Да-да-да. Используют как, как сказать, самонастрой. Есть люди такие, которые вот, они себе это проговаривают, чтобы настроиться, чтобы хорошо перформить и так далее. Я лучше, я могу и так далее. Не потому, что они обязательно в это верят, что они считают, что это так, а потому, что они там себя так пытаются настроить. Да, это классный момент. То есть, когда положение тела, оно создает эмоцию, и это приносит результат. Абсолютно верно. Ты можешь «both ways» использовать. Допустим, тут такой же эффект, что, допустим, у тебя какой-то гормон счастья выделяется, ты улыбаешься. Да. Но ты можешь тупо улыбаться, и гормон счастья из-за того, что ты улыбаешься, он выделяется. Да-да. И здесь такая же схема. Это вот почему, условно, Роналду, CR7, он стоит широко расположенными ногами перед битием пенальти, потому что это такая поза чемпиона. Да-да. Абсолютно верно. Да. То есть, ты такой «окей». Тот же эффект. Он себя настраивает. Настраивает. Я сейчас забил. Да-да. Но самый прикольный настрой – это у Рафаэльна Надаля. Он нюхает свою задницу. Перед каждым ударом он нюхает свою задницу. Ты не заметил? Нет-нет-нет. Посмотри, любой его матч, он сначала ковыряется у себя в попе, короче. Потом он типа уши вот так вот волосы поправляет, и он обязательно понюхает свою руку, короче. Вау. Я прошу прощения заранее, но… Если болельщики Надаля есть. Да-да. Тем менее он… Болельщики Надаля точно это знают, заметили. И они ему, наверное, простили это. Биг фри. Да-да-да. Это такой ритуальчик. И у многих спортсменов есть всякие ритуальчики, там, перед матами заходить, там, ногами три раза постучать. У всех есть. А-а. Еще без этого они проигрывают, кстати. Это им действительно дает какой-то сет, короче, они настроят. Это мне напоминает Роберто Карлос, когда он семенил перед пробитием штрафного. Ага. Вот так делал, да-да. Вот так делал, да-да. И потом подбегает. Это такая привычка, ритуальчик. Это то же самое, там, в дверь вот так стучаться или, там, что-то еще. Или, ох, знаменитейший пловец. Фелпс? Восемь, да. Восемь медалей, который забоевал. Он, по-моему… У него тоже есть. Он, у него, по-моему, был в этом, в Нью-Йоркере, его профиль на него, где описывали, что у него полный, полностью ритуализированный день перед тем, как он прыгает в воду на тренировках. И когда он соревнуется, ровно то же самое. С одной ноги заходит, стоит так же. Вот, вот, вот. Голова попадает в некий транс в этом медитативном состоянии. Да-да-да. Шемпионское. Да, и он все, он в этом режиме, да-да-да. Это действительно транс этот. Люди в какой-то транс ходят. Нет, очень-очень-очень интересный. Это некий аналог этой позы Супермена, да? Да-да-да. Когда-то, не знаю… Ты в этом режиме все, короче. Ты включился, и у всех он по-своему, короче, этот ритуал появляется. И, кстати, вот, ты упомянул теннис, мне вспомнился… Вот, буквально, я недавно увидел… Агасси рассказывает… У него уже был 90-х период, когда вот… Ну, вот, там, если сейчас это Федоро Джокович и Надаль, то тогда это был Беккер, Борис Беккер и Андрей Агасси. Битва, да? Да, битва титана. Врагов, да. Агасси уже после того, как он завершил карьеру, рассказывал, как Беккер, когда он… Когда он подавал, он… У него был, как называется, в покере «тел». Он… Он язык высовывал, и… язык у него шел в сторону… Куда он подает, да? Куда он подает. Серьезно? Да, да, да. И это работало? Это… И… Я вот уже… Я, кстати, в теннисе очень плохо разбираюсь. Ага. И… Я не помню там, что это значило, как это, да? Да, да, да. Но это был «тел». Но это был явный «тел». И… И, оказывается, Беккер… То есть, Агасси это увидел. Ага. И это прям… Прям предсказуемо работало. И Беккер, оказывается, когда… Когда они карьеру завершили, Агасси об этом и сказал, Беккер был… Построен, да? Абсолютно… Беккер, по-моему, англичанин. Я его видел… Немец, немец. Немец, да? Ага. И… Высокий такой. Он, по-моему, дома, когда приходил, после матча с Агаси, он говорил «Этот парень читает мой мозг». Ага… Ага. Этот читает… Читает… Ага. Он, приходил, жаловался. Да, 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 да. И он реально читал его мозг, на самом деле. Да, да. По движению тела. Да? Да. Это вообще удивительно. Блиииин. Ё-ка-балки. Круто, круто. Вообще первый раз уже вот. На самом деле на тему спорта, мне кажется, в этом плане интересно, у Рахата есть как бы практическое понимание, а у меня есть такое дилетантское, ну не без пива, а с попкорном Да, и у меня есть свой взгляд, неверный, но все-таки свой взгляд И так встречается практик со зрителем, и это интересный такой диалог Я обожаю с тобой обсуждать, потому что теория там мощная, очень теоретизирована, очень поставлена, очень много информации Дэйта, я оторвал, и каждый раз что-то новое узнаю Да, да, прикольно, такие тривия, спортс-тривия Ну, еще одну тему, которую я хотел посудить, ну ты очень в молодом возрасте обрел невероятную популярность, да, буквально за год-два, да, в течение, сколько лет выступал на сцене Два года активно, можно сказать Да, 99-2000 год, да В конце 99-го и 2002-го года Это вот удивительно, да, то есть короткий период времени Это такой спринт, который создал наследие вот до сегодняшнего дня Удивительно, потому что до сих пор помнят До сих пор помнят песни, до сих пор, то есть вот нет человека, то есть в возрасте, наверное, 30 и старше Кто не знает, ну, в Казахстане это твое имя Расскажи про то, вот как, каково это было обрести такой популярность в таком молодом возрасте Да Какие были плюсы, какие были минусы Да, но вообще все это началось случайно У меня отец строгий, ему нельзя говорить нет, короче Когда он тебе что-то говорит, ты хочешь вот это сделать? Ты должен с энтузиазмом сказать, да, я хочу, короче И я с детства любил там музыку, любил петь, караоке там и в хор ходил И папа познакомился с Сергеем Шакеевым, он говорит, вот я познакомился с Сергеем Шакеевым Он для тебя напишет песню, типа, хочешь записать эту песню? Я говорю, да, хочу, короче Поехали в Москву, записали эту песню, потом он говорит, так, песня есть, давай теперь снимем клип Хочешь снять клип? Я говорю, конечно, я очень хочу снять клип Поехали в Москву, сняли клип, потом я вернулся Какая это была песня, это было «Зимний ливень»? Прям сразу «Зимний ливень»? Сразу, первый, это хит, первый был Сразу, сразу Это получается, 99-й год И я захожу в ЦУН что-то купить И ко мне подходит русская девушка Она говорит, вы Рахат Туруханов, я говорю, да Можно у вас автограф взять? Я говорю, конечно, у меня покерфейс Для контекста тебе тут, на тот момент, 15 лет Мне было 16 лет 16 лет И я, как вас зовут? Я подписываю автограф, у меня покерфейс Серьезно, я разворачиваюсь, ухожу и сажусь в машину И Аманага этот, за рулем, типа, а что ты так быстро? Я говорю, Аманага, у меня автограф взяли Говорит, ты что не знаешь? Тебе знает весь Казахстан И вот с этого момента началось Оказывается, отец сделал такой хэви Медиа каверидж этого клипа Все слушали, все любили эту песню Ну, песня действительно гениальная Ирки Шакеев крутейший композитор, гений и так далее И сразу пошел какой-то дикий ажиотаж Я, если честно, не ожидал И, если честно, мне это не нравилось Вот, ну, говорить про мое, например Мне это больше мешало, чем, там, в моем личном развитии, скажем, там Чем помогало Чем это мешало? Ну, первое, допустим, я не видел себя, что я всю жизнь буду, там, поп-певцом и так далее Я, в принципе, не видел себя поп-певцом и так далее У меня были какие-то, там, свои идеи про то, как я хочу жить, чем я хочу заниматься Я всю жизнь хотел, там, ну, не знаю, заниматься бизнесом, там, строить свою жизнь И, как раз-таки, хотел именно в той сфере, которая мне всегда была интересна наука Хоть я и не ученый, например, но мне это было интересно Мне было интересно именно отношения с людьми И выстраивание, там, каких-то, там, скажем так, бизнес-идей, скажем так И в этой сфере, мне кажется, это больше мешало, чем помогало То есть получилось, что, так получилось, что это было одно из многих хобби, которое у тебя было Абсолютно верно То есть, наряду со стрельного Наряду, там, не знаю, с другими вещами Абсолютно верно И это, скажем так, не случайен тот факт, что ты решил эту карьеру завершить То есть, ты не видел Абсолютно, абсолютно Причем я с отцом ругался, он хотел, чтобы я остался, продолжал этим заниматься Я с ним ругался, еле, в 19 лет я понял, что мне нужно учиться Что я вот этот момент упустил И еле отца уговорил отпустить меня, там, делать магистратуру в Лондон Я поехал в Лондон, в 19 лет, я тогда вот ощутил Сильное, скажем так, желание учиться, работать и начать как раз-таки строить ту жизнь, которую я хотел строить И я начал подготавливаться Тогда я выявил для себя пять вещей, которые я должен ежедневно делать, несмотря ни на что Это была тренировка, чтение, уроки, дела и так далее И до сих пор я живу в этом режиме У меня были паузы, допустим, по полгода Но практически с 19 лет каждый день я в этом режиме живу Какую последнюю песню ты записал и когда это было? Последняя песня Вот я не помню последнюю песню, но, по-моему, последний клип это был АККУ Это 2001? Это 2000, по-моему, первый лифт, 2002 год, что-то такое После этого прямо осознанно было решение Я на пике вешаю микрофон на носу Абсолютно, абсолютно Вообще не было ни желания Не было сожаления об этом? Нет, абсолютно Абсолютно Я люблю ходить в коробки, единственное там Да То есть как бы это желание До сих пор есть Любовь к этому есть Но выходить на сцену, честно скажу, у меня даже немного Обращение немного Почему? Я не знаю, почему, кстати Тяжело сказать Но анти-кайф полнейший Интересно Давай поговорим про твой период после этого, да? То есть вот этот период ты начинаешь Посвящать учебе Да Какие книги тебе в этот период понравились Или там Да, книги Вот как раз я до 19 лет Я ни одной книги до конца не прочел Ну такой нормальной Чтобы Я вот начал читать Я практически Я помню с 19 по 30 лет Я практически нон-стопом читал Все свободное время Везде, где бы я ни был Там кафешку шел Там по улице гулял Или что-нибудь Где бы я ни был Я с собой таскал обязательно какую-нибудь книгу Обязательно читал нон-стопом И есть несколько книг, которые Вот это интересно Насколько книга может изменить твою жизнь То, как ты будешь принимать решения в дальнейшем То, как ты видишь этот мир Там и так далее И у меня эти книги Вот следующие Это вот Ричард Докинс Эгоистичный ген Потом Роджер Пенроуз The Emperor's New Mind Потом одна из последних книг Кстати, тоже супер крутая книга Это The Phantom Brain Рамачандран, короче Лучший, ну номер один нейролог в мире Блин, это тут Вот из последних книг Это прям бомба была Давай остановимся на каждой из них Вот Selfies Jane Ричард Докинс О чем эта книга Почему на тебя так сильно залетела Короче, Ричард Докинс Это биолог британский Один там из ведущих биологов И он атеист номер один Он этим очень заменит В 70-х он написал эту книгу Эгоистичный ген И структура книги очень простая Вначале он задает философские вопросы Существует ли альтруизм Допустим Почему мы делаем то, что мы делаем Чем мы мотивированы и так далее Мы как люди Но самое интересное, что он не отвечает Он задает эти вопросы, но он на них не отвечает То, что он делает Он потом начинает рассказывать про себя Он начинает рассказывать про себя И про свои знания Так как он биолог Он начинает рассказывать про биологию Что там ДНК создана таким образом Что есть там допустим The diversity of species там и так далее И причем очень простым доступным языком И в конце, после того, как вы увидели Призму его знаний Он через эту призму Начинает отвечать на вопросы Которые он поставил в начале Если бы он сразу ответил на эти вопросы Я бы с ним не согласился И никто бы с ним не согласился Потому что это кажется вначале абсурдом Но его хитрый метод того, что он тебя потом зомбирует И кладет свою базу данных тебе в голову И потом через твою же голову проводит эти ответы Ты начинаешь с ним соглашаться И ключевой вопрос Вот допустим Если вкратце объяснить Мы там биологическое сооружение Там очень сложное И когда-то Миллионы-миллионы лет назад До того появления сложных организмов Был Примордиал суп Короче И в этом Примордиал суп Появился какой-то элемент Какая-то частица Своего рода репликант Который начал делать копии себя Это скажем так Это может быть молекула какая-то Но это фундаментальная совсем часть Это меньше клетки Скажем так Он начал себя репликировать И он начинает создавать копии себя Причем без конца Это то, чем он занят Но для этого ему нужны ресурсы Он откуда-то берет ресурсы Допустим частицы Их переваривает Перерабатывает И делает копию себя Это как две клетки Вот так вот Одна клетка в две превращается И это практически то, чем он занимается Но при том, что Когда он делает копию себя Ни одна копия никогда не делается идеально на 100% Всегда есть какой-то малый дефект 99% И 99% Но как раз таки Вот этот маленький дефект Это и есть мутация Короче И Ну это я постараюсь вкратце И Вот эти Получается Вот этот репликант Они начинают потом между собой входить В симбиоз И создавать более сложные организмы И они потом борются за вот эти все ресурсы Они борются за ресурсы И появляется как раз таки Конкуренция между собой И тут начинается биологическая битва Кто создаст более Крутую биологическое Там допустим Сооружение Которое лучше Лучше приспособлено К Там реальному миру И так далее Но в корне всего этого В общем Ну это сооружение дошло до того Что мы сейчас здесь сидим Скажем так Из этих же клеток и так далее Но в корне каждого из нас сидит Клочок ДНК Который на самом деле Этот репликант Который хочет передать Свой ДНК Следующему поколению Методы того Как мы делаем Это всегда там совершенствуется И так далее Но в корне вот этот ген И то Допустим Если альтруизм или нет Например Мама Готова там Ради своего Своего ребенка Отдать жизнь Для нас это альтруизм Но в этом альтруизме На самом деле Скрыт эгоистичный ген Как раз таки Эгоизм того Что она хочет Свои гены передать И хочет Чтобы ребенок жил Потому что ребенок моложе Там у нее Больше там потенциала В будущем И так далее У нее уже время проходит Скажем так И так далее И вроде То что кажется альтруизм На самом деле Это эгоизм Да Ну такое Если я так совсем Это не напоминает Вот я помню Одну из Когда я вот читал Ошева У него У меня был такой Подростковый период Когда я много его читал Я помню одну фразу оттуда Что каждый из нас эгоистичен Да Даже дышать это эгоистично Да абсолютно Ты не можешь сказать Я не буду дышать Да Пусть другие дышат А я И то есть условно Вот это наверное Такой интересный конфликт Для подростка Так вот Поскольку общество все говорит Что альтруизм Это правильно Да У тебя какое-то чувство вины Возникает когда ты эгоистичен Да Но оказывается Ну то есть потом Приходит с возрастом Понимание что Ты можешь поделиться только тем Что у тебя есть Да Да Абсолютно Абсолютно Ты тоже сначала позаботиться о себе Да и потом Прежде чем помогать другим Да Ты не можешь помогать другим Там во вред себе Да Потому что себя тоже нужно учитывать Как бы ты должен и о себе позаботиться Иначе это получается некий обмен между Между как бы сказать попрошайками Да Да Value не растет при этом Да Чтобы рос value Общий value Каждый должен о себе позаботиться Классно Ну вот Получается был период Когда ты накапливал знания И вот сейчас мы приходим Вот к главе Текущей Где ты занимаешься бизнесом И инвестициями Да Можешь рассказать вкратце Ну или Как тебе подробно Ну вкратце Вот с 15 года Благодаря тебе как раз таки Я вот То что много там Скажем так читал И все книги Вот последние книги Приводили меня Вот к Кремниевой долине И там многие Последние книги Стали заканчиваться Кремниевой долине И рассказы о том Что там происходит Как там делается И так далее Я мечтал Но я не знал Как мне туда подкаться Я не разработчик Я не допустим Там не супер миллиардер Там и так далее Но Как раз Когда ты делал тур В Кремниевую долину До этого я инвестировал В разные бизнесы И в основном Они разваливались И там Успешными можно было Там назвать Там я не знаю Из 10-ти один Короче Такой рейши у меня был Ну и в принципе И как предприниматель Бизнесмен Я прям не супер Скажем так Предприниматель Бизнесмен Но у меня есть понимание Видение того Как я хочу И что я хочу И когда мы поехали Вот на твой тур 2015 года Кремниевую долину Я тогда Хотел Открыть компанию Собрать Допустим Инженеров И копировать Робототехнику Копировать Как пылесосы Которые Вот робот Пылесос Который Вот так вот ездит Просто их копировать Производить В Китае И Каждую компанию Когда мы С тобой заходили Когда я рассказывал О том Что я хочу делать Я сам Пересказываю Понимал Что это ерунда Полнейшая И Что это такое Недальновидная Недолгосрочная Эта идея И потом Я начал потихоньку Понимать Что у меня Есть возможность Сейчас потихоньку Инвестировать Кремниевую долину Я начал себя представлять Презентовать Как инвестор После чего Я Вернулся С Кремниевой долины И Ты меня связал С нужными Людьми За что я тебе Очень благодарен На самом деле Моя роль Была минимальная То есть На самом деле Благодаря Партнёру Снуржасу Максимум Да То есть Вы вдвоём Там Все сделали Абсолютно Но то что ты нас С твоей подачей И Снуржаса мне Невероятно повезло Человек Там Супер умный И То как он ведёт работу То как он находит Инсайдерские там И связи И контакты Это просто потрясающе На самом деле И видение потрясающее И Он меня связал Вот с первым SPV Получается Я инвестировал Эта компания Уже была гигантом Потом В девятнадцатом году Эта же компания Вышла там На IPO И Буквально После инвестиций В эту компанию Нуржас И Еще три по миллиарду С чем-то стоит Ну и один Acquisition Я не могу Не знаю Я не могу Контракт на разглашение Поэтому я не могу Да Я могу так в общем Рассказать Но что это за компания Я не могу сказать Ну а вот Есть ли планы Есть уже начальный успех Есть ли планы Инвестировать в технологические компании В дальнейшем В дальнейшем есть И как раз Последний раз Я когда с Нуржасом Разговаривал Он мне рассказал Там несколько Интересных направлений О которых В будущем Ну уже не в будущем ChargeGPT практически Он мне рассказал До того как ChargeGPT вышел Что AI Который Пишет текст Отвечает И Сам же делает коды Получается код Код который кодирует по сути Это потрясающе Это будет next step И это только Действительно начало В принципе Вот в AI направлении В одном AI направлении Можно там Очень много Очень много Интересного найти Но в моей основной Стратегии Так как я маленький инвестор Будет все таки Заходить в фонды В качестве LP Да В качестве LP Я сохраню Как бы вот этот статус Потому что Чтобы быть GP там И свои фонды Большие открывать отдельно Это совершенно другая история И риски Другие И так далее И мне кажется Выхлоп Допустим С моей стратегии Гораздо лучше Чем Лучше Быть маленьким И заходить В большие И подбирать их Таким образом Чтобы Этими Распоряжается И уже управляет Ими Соответственно Встречается с компаниями И вкладывает Принимает эти инвестиционные решения Замечательно Расскажи Пожалуйста Про В данный момент У тебя Кроме Инвестиции Есть еще Две компании Которые ты ведешь Расскажи Какая жизнь Одна из компаний Получается Год назад Я инвестировал Называется Nomad Child Это бренд одежды Казахстанский Casual Style Делаем Кепки Свитшоты И так далее И Осема Дизайнерша Основательница Компании У нее Суперфантастический Взгляд На будущее И то Как она видит Как люди будут Будущим одеваться Использует Потрясающие материалы И мне очень приятно Смотреть, что там Уже кепки Просто Не было Наверное Дня Действительно Где я бы зашел В Дастекплазу И не увидел Кепки на Матчайлд Футбол, который мы Дарим И футбол, который Сейчас У Даника Нашего продюсера Это как раз таки футбол, который На Матчайлд Нам любезно Ну мы Вам спасибо За коллаборацию Футбол очень классно Получились Мне самому понравилось Я попросил Далиду вторую Даже мне отправить Вот Но Планы очень Очень большие Мы хотим сейчас Поставить Именно У каждого бренда Есть там Нек Нек Допустим Форматы Продукции Которые Это их Сигначер Продакт Допустим У Луи Виттона Вот эта сумка с надписью Луи Виттон Например Или у Гуччи Эта туфля с бляшкой Например Которые они уже там Десятки лет производят И за которые их знают У Эрме есть сумка Беркин Да, Беркин допустим Является классикой Например Они могут экспериментировать С чем угодно Но Вот Фундамент остается Мы сейчас как раз таки Строим этот фундамент И первый фундамент Мы нашли именно Кепка Сейчас Мы сконцентрировались На Светшотах К лету будем делать Футболки И Хотим подобрать Такие штаны Полутрико Но полутакий Кэжуал И хотим именно Найти те модели Которые у нас будут Производиться На постоянной основе А Сему эта идея Немного раздражает Потому что она Хочет разнообразия Каждый раз Но вот Сейчас Мы хотим Вот именно Эту основу найти Основную линейку И ее нон-стоп И потом уже Экспериментировать Сейчас мы также Коллаборацию с Кексом делаем Договариваемся Уже с Самсунгом И так далее И к следующему году Иншалан надеюсь Что у нас будет уже Первый бутик свой в Алмате Классно Очень классно А вторая компания Это Ракун Вторая компания Ракун Это гибридная аудиосистемия Получается Блютуз спикер И Ээээ... Ээээ... Эээ... Идет С ламповым предусилителем Эээ... Так как Блютуз спикер Эээ... Эээ, цифра Эээ... Эээ... сам спикер bluetooth speaker он мобильный допустим жалко его не взялся бы надо было взять и он очень большой тяжелый мы его сделали в таком формате чтобы он прям этот основательный был он на максимальной громкости играет 18 часов очень громко играет и очень качество к фантастическое материала мы использовали необычные там стекло с снаружи оболочка снизу алюминиевый материал и дерево и самое прикольное что снаружи будет сумка так как она тяжелая и у нее такая форма немного скайсковато и мы хотим чтобы он шел в сумке и из сумки даже вытаскивать не надо там материал который пропускает звук но при этом не пропускает воду вот а в чем то есть в чем прелесть этого до что он дает вот лампа предуседлитель он дает аналоговое звучание это вот его основное любой аудиофил он почувствует чем аналоговая отличается от цифрового до цифрового от у нее гармоника получается идет счетными несчетными цифрами и за счет этого у каждого оборудования есть своя вибрация человек ее не слышит но подсознательно он ее чувствует поэтому вы отворачиваетесь допустим от любой колонки да например bluetooth спикера вы подсознательно чувствуете что это не живой звук что это колонка перед есть ощущение что это не живой да вы подсознательно это чувствуете аналоговое звучание все-таки в нем есть какое-то чувство реальность потому что у нее идет гармоника счетными цифрами и где-то он идет там в унисон хорошо совпадать с тем что он звучит и плюс свои вибрации и у нее звучание вот на подсознательном уровне вы чувствуете что это более чистая настоящий этот настоящий звук когда эти колонки появятся продажи доступны для сейчас производства уже практически этап 70 процентов закончился мы до производим буквально концу месяца будет уже произведено шала компания у нас будет шинжене мы долгое время мы его разрабатывали получается уже четыре года разрабатываем но как разрабатываем первые два года мы его разрабатывали потом пандемия ударила потом там одно второе к нам уже к нам даже сама зона там head of global amazon рик знаешь джоша друг он приезжал смотрел хотел эксклюзивный контракт чтобы этот с ним продавали в америке но мы решили остаться в китае потом другая проблема была в китае мы не могли открыть компанию так как граждане казахстана посольство китайское было закрыто сейчас мы все это преодолели мы регистрируем сейчас шинжене компанию иншалла надеюсь что через месяц уже начнем продажи но мы хотим полностью акцентироваться на китае продавать в китае сюда зависит только там между friends и family посмотрим сколько штук скорее всего может 30 штук и плюс это будет невероятно дорогой на три с половиной тысяч долларов будет стоить такой люксовый продукт а классно ну да принципе это мне конечно достаточно проверенный подход начать с обзор маркет как тесла об соросах потом уже абсолютно абсолютно верно нужно заявить о себе это же вот signature продакт ловолин дурайбрайс абсолютно верно абсолютно и такой еще вопрос я знаю что кроме этого кроме инвестиций в стартапы и кроме вот текущий бизнес который ты ведешь у тебя еще есть портфолио в публичной компании если не секрет какие компании в этом в этой портфолио находится и почему так но у меня сейчас я скажу так сейчас скажу вот там все очень плохо но это у всех так да да это все это но меня кстати последнее время кроме кроме цитадель которые заработали на прошлом году по 28 процентов и все остальные минусы остальные минусы ну вот мы это мы тут фейсбук я инвестировал из исключительно из эмоциональных соображений каком какого периода это было сейчас после падения до падения да прям до падения прямо на пике его купил это я его купил потому что как раз таки вот тот период когда делал в англии магистратуру я начал читать про фейсбук он только появился и зукерберг о мой ровесник блин как я ему раньше завидовал были знания там он занимался тем допустим но я мечтал о таком реально и когда они вышли паблик я каждый раз пересматривал их шерст я еще не мог понять у меня были возможность там здесь шерст только так не вышли на айпио по цене 40 долларов за а потом упали 25 упали и потом как ракета они взлетели я каждый раз каждый год открывал фейсбук и смотрела бля если бы я тогда инвестирую столько-то у меня был бы столько-то и каждый раз когда его же я смотрю как меня это раздражало реально я когда я открыл вот этот фонд получается вот паблик шерст купил первым делом фейсбук по любой я их купил и именно тогда когда я купил они обвалились на 70 процентов мне конечно буквально до 20 процентов поделись да они поделись они были минус почти 70 процентов сейчас минус 48 процентов у меня все красный тут потом им видео я взял тоже не совсем понимаю зачем я это сделал минус 30 процентов microsoft взял минус 11 процентов я все на пике взял блин amazon минус 40 процентов и и мди такая же эмоциональная история потому что мы с тобой ездили мы с арманом поехали кремнию в долину и мы заходили вот в эту компанию и им дим они разрабатывают там микрочипы и 3 доллара за акцию это стоили 3 доллара за акцию это был декабрь 2015 и вот тоже такая вещь всегда под рукой и буквально два года назад он это ты знаешь сколько сейчас они акции стоит они выросли в 60 раз инвестирую просто там я не знаю там тысячи долларов это эти тысячи долларов 60 тысяч долларов превращается тоже закупил 1 минусе 21 на плюс в том что этот дальше уже некуда идти на только вверх да 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 там есть под короче еще один вопрос стоит обсудить ну вот если мы говорим про тег фаундеров ну и не только многих из них есть своя униформа да то есть закерберг это джинсы и серая футболка да да стив джобс это джинсы и водолазка черная до гейтс он все-таки какие-то свитеры у него обычно да да я не знаю чем аф поле хапите который известен всем по своему и по подкасту еще текстерс лабораторий он тоже ходит только белый и снизу черный да ну да то есть я вот просто вспоминаю людей кто не смотрел я не смотрел да ну да то есть да ну и чем а по него там какие-то супер дорогие кашмировые свитеры от лоры пьяны и за джеки чан полностью весь белый белый ричард фейнман да да ричард фейнман рубашка да у него белая рубашка рубашка и штаны вот у тебя точно есть свой стиль расскажи о нем ну и потом есть пола поехать вот тут это у меня очень интересно я обожаю одеваться и у меня этот я этот шопоголик просто ульгин шопоголик я обожаю там вещи там и так далее в одном и том же всегда вот там я люблю закупить так далее допустим честно если бы вот дизайн шала есть и там все получится так как я представляю себе так как я планирую хочу я обещаю я буду ходить в костюмах исключительно в шикарнейших костюмах всегда галстуками в основном как смог это к смокинге не смог деньги но такие костюмы с девочью то есть сюда вот разного цвета разного там и так далее но сейчас я хожу исключительно в практичных вещах вот я допустим там куплю много там и костюм куплю джинсы куплю и так далее но ношу всегда одни и те же ботинки штаны там джинсы более или менее там плюс-минус и даже меня там родня ругает типа столько вещей зачем закупаешься ты не носишь все равно короче я каждый год потихоньку пытаясь свой гардероб обновить таким образом чтобы я носил во-первых носила эти вещи чтобы оставались только те вещи которые там я ношу в общем но в целом я люблю кроссовки там джинсы футболки и кофточки принципе вот это моя такая скажем так и джинсы футболки джинсы и футболки обычно 1 1 белый черный обычно кстати да белый черный я ношу но иногда бывает такую минимум надписи минимум дарами надписи желательно вообще без надписи вот но последнее время иногда захотелось что-то для разнообразия тоже зашел зару и купил всяко со всякими тупыми надписями там и рисунками просто чтобы отойти да 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 хочется иногда так рефрешнуться и такой вопрос но для для как бы для для публики и для всех нас да то есть если то есть наверно это с возрастом понимаешь особенно люди в войти сфере ну как бы начали такое полное пренебрегание этим типа ой вообще все неважно я помню у меня этот папа на эту тему комментировал что ты так ну так так можно говорить только тогда состоялся пока ты не состоялся и что ты порекомендовал бы простые правила для того чтобы для того чтобы выглядеть скажем бы достойно да да на самом деле многие действительно этого недооценивают особенно там чем больше человек знает чем начите не умнее тем он этим больше пренебрегает и он ощущает от этого мне кажется тоже на эмоциональном уровне такое это мне кажется эта форма даже высокомерие где-то честно и вообще на самом деле одеваться хорошо и выглядеть хорошо и быть чистым чистоплотным это необходимость во-первых а во-вторых то что ты одеваешь то как ты выглядишь она сильно влияет на то как ты думаешь и как ты чувствуешь пример с кимоно да абсолютно верно абсолютно и там тоже есть эффект вайс-верса то есть вот этот эффект с улыбанием там хорошо себя чувствуешь улыбаешься также ты можешь улыбнуться и при этом чувствовать себя почувствовать себя лучше за счет того что ты там искусственно это вызвал улыбнулся также с одеждой допустим утром проснулся у тебя допустим волос воодушевленное настроение тема и так далее ты красивенько оделся хорошее настроение солнце светит там птички поют и вот это ощущение дают и одежда здесь немаловажный фактор а очень даже сильный фактор чтобы ты чувствовал себя хорошо выглядел себя хорошо и чтобы тебе нравилось как ты выглядишь это это неваловажно и это влияет на то не только на как ты чувствуешь а как ты думаешь и как ты принимаешь решение если какие-то рекомендации как код например 25-летнему недавние выпускнику вуза который только начинается профессиональную карьеру выглядеть получше там и так далее ну ну вообще принципе вот у всех есть какое-то чувство стиля да например и первое конечно это чисто плотность любая одежда есть она чистая например она выглядит хорошо так или иначе потом если вы чувствуете сами главное вот по своим чувствам на царе если вы чувствуете что что-то не то значит надо что-то менять если вы хотите что-то поменять но не знаете что именно зайдите в инстаграм посреди как люди там одеваются и так далее выберите себе стиль и копируйте там делайте в тупую первые шаги если вы не знаете имитация просто имитируйте да а потом у вас что-то свое вылезет обязательно любом деле это так если ты не знаешь саму что делать имитирую то что тебе нравится имитирую до тех пор пока у тебя ну свое не появится если такие люди чай стиль тебе нравится да конечно мне очень нравится как брэк пит допустим одевается он реально и чем старше он тем клевее одевается и у него есть вот эта атмосфера там и у него как раз таки вот это есть и расслабленно но при этом стильно и этот как раз таки вот одежда присутствует там даже вот интервью или где-то он ходит например и ощущение легкости есть одежда допустим вот костюмы я обожаю костюмы я не могу носить я же не могу не пойду там в кафешку в костюме в галстуке там и кофе сидеть пить допустим мой образ жизни не такой чтобы носить костюм лексфридом по-моему может он не может не носить долго и допустим образ твоя одежда на самом деле сильно определяет образ жизни если ты в грязном и так далее например это не обязательно плохо например это по определяет образ жизни например это может быть либо человек не чистоплотный либо человек который там на стройке работает например и так далее это его образ жизни он работает работяга и у него там ботинки сидят грязные потому что но не может миллион раз ходить чистить там и так далее и именно вот в этом формате если те там костюме там галстуки либо он там работает где-то в кабинете либо но в таких местах и это показывает тот то как мы одеты показывает то чем мы занимаемся и где ну как мы живем некий такой язык коммуникации язык коммуникации да это первое что мы видим на что мы обращаем внимание там я не первый это сказал и не последний отскажу но это правда да нельзя это игнорировать и еще один немаловажный аспект который посвятить у тебя вот любая компания которой мы находимся знакомые и незнакомые у тебя вот это есть очень классное качество умение очень комфортно себя чувствовать и быть вот такой центром центром компании как это получается я понимаю что ведь это естественно но если разбирать по кусочкам как думаешь в чем секрет твоего вот я вообще сам по себе мне кажется немного закрытый человек ну моя такая внутренняя наруто натура наруто говорю и вот это открытое сообщение она немного была наработана в начале и как раз таки пока я нарабатывал я анализировал себе что мне мешало быть открытым быть общительным и первый фактор мне кажется этот мы тоже субъективны люди которые не открыты не общительные они боятся показать свои слабость первое показать свои слабости и поставить себя там скажем так в уязвимое положение это показывает какой-то неуверенности в себе скажем так мне нравятся люди которые открыто обсуждать могут обсуждать свои недостатки они есть у всех и чем меньше их человек скрывает для меня это сигнал показатель того что тем больше он одними работает сигнал внутри силы внутренней силы уверенностью он не боятся это не боится это показать и это для меня знак того что он над этим значит еще и работы потому что человек который скрывает свои недостатки скорее всего велика вероятность что он над ними не работает потому что он и от себя скрывает яд окружающих скрывает там свои определенные недостатки и здесь также есть ну присутся сильный элемент там нравится мне общество или нет где-то я вот чувствую я хочу общаться хочу разговаривать где-то я допустим попадал какой-то там общество с которыми я не хочу будущем иметь не отношения не дел там и так далее я принципе с ними особо и не разговариваю например но бывает и такое когда там человек там люди же разные бывают там люди бывают там в образе высокомерные бывают там такая обычная реакция когда человек человек в образе я начинаю играет я начинаю издеваться я смотрю на его там либо не любые характеристики я начинаю использовать это против него причем на акида идет до не агрессивная никогда не агрессивничаю но я закидываю его там тупыми шутками абсурдными например там ну допустим один типаж людей например там допустим а ты смотрел вот этот фильм короче big short и он говорит а вы читали книгу big short потрясающая книга очень советую вам почитать эту книгу мне кажется фильм не отобразил все висиме на гранности и все информации которую эту заложено в книге ну короче это такое но тип типаж и так далее и все я за это зацепился короче где-то часа два мы сидели часа два этот пародировал его там а вы читали ну то что я только что проделал и это моя первая реакция и мне кажется это такой этот миролюбивый способ подсказки типа быть проще ты подкалываешь человека и ты ему даешь сигнал ну будь проще и интересно получается эта комбинация вот это то что называет self-deprecating humor да да абсолютно абсолютно самая ирония самая ирония над собой я также издеваюсь например там я ну себя подкалываю там вся всякую ерунду могу сказать например тоже это сигнал того что типа чувак расслабься давай нормально общаться там без не быть в образе и без стен там и так далее расскажи про такой сразу прыжок в другой город мы буквально 22 почти два года находились не особо путешествовали расскажи про там три города куда тебе нравится ездить вновь и вновь ну ну первое это лондон это прям для меня это такая малая родина можно сказать я обожаю этот город и по нему нереально скучаю чистый там сам лондон можно от всей англии отделить это вообще другая другой город там весь поешь манчестер или там беркли например этот англия лондон это лондон это не англия и ощущение там во-первых чистоты стиля вот эти древние старые здания но которые там обновлены всегда в чистоте люди которые при при приехали сортам со всех стран вот это все создает потрясающую атмосферу парке гулять просто там и так далее там покушать кафешки ресторанчики потрясающий город в этом отношении очень нравится то то есть номер один это лондон номер один бесспорно номер один номер два номер два это наверное номер три это наверное из ничего скажу париж короче почему тоже такая интересная атмосфера кайфная допустим у париж грязный на контрасте до от лондона очень сильно на контрасте от лондона он во первых он грязный во вторых народ там не супер приветливый скажем так парижане в образе да не в образе четкого по-английски там что-то говоришь они те очень плохо встретит там то ответка там на французском и но там есть своя атмосфера классная париж так банально звучит наверное да на третьем месте париж на это для путешествия не соло а в компании компании да но там есть своя тут своя фишка там тоже классная атмосфера это же древности своя архитектура вроде с лондоном рядом но совершенно разная архитектура ну наверное рим и вот время был только один раз парижа при все много разгу время один раз был они утрен и париж на одном месте у них потрясающая атмосфера там и рим конечно это прям древний город это прям там чувствуется там тысячелетия париж достаточно новые но атмосфера там похожие там там от куоркин этого арасла крода на хватит по моему да 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 но этот офис закрыт давно и этот но а на втором месте нью-йорк до него нью-йорк вообще отличается от других городов именно плотностью активностью и архитектуры естественно потому что там получается идет дорога небольшой тротуар и вот так вот вышка идет получается и ты смотришь вот так коридорами все так вот вышками и получать все вот этими коридорами и ты как каком-то фильме фантастическом там где какой-то лабиринт и там вот эти монументы огромные стоят везде получать и вот эти коридорчики лабиринты потрясающие она прям этот ни один город не выглядит как нью-йорк близко это действительно там совершенно потому что в париж лондон там рим вот эти города они в принципе по римской империи у них одна и та же там система там здание более-менее похоже и так далее нью-йорк он конечно совершенно другое да я я буквально лишь один раз был лондон но много раз был нью-йорке про нью-йорк у меня как бы добавлю да и соглашусь действительно то что мне нравится в нью-йорке это то что это в одном месте не имея машины передвигаясь чисто на метро ты можешь встретиться с людьми со всех сфер скульпторы художники предприниматели артисты разработчики дизайнеры финансисты и все они на расстоянии там пяти-шести станции метро ты можешь каждые выходные субботы воскресенья пойти на какую-то там не знаю выставку искусства потом из нее выйти и пойти замечательный счетом японской страны до самого детичные после до выйти оттуда и потом пойти на не знаю там за речу финансиста потом пойти на следующий день на конференцию да богу крепче там не знаю да 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 это красавец на такого большого ты можешь ходить пешком не зная города это вообще гениально то что там пронумеровано все пронумеровано все я фантастика вообще да ты знаешь там что там 35 там находится ты на 12 тебе нужно пройти там это кстати с точки практичности невероятно классно ты знаешь что здесь 5 и 96 это значит северо-восток до города да и ты у тебя четко интересно даже по помещениям по зданиям допустим такие вышки стоят ты в какой-то там в азиатский японский ресторан заходишь ты по как будто в японии оказываешься там японский ресторан там все тематики только выходишь и ты в нью-йорке короче вот эта атмосфера контрастом такой сильно бьет это как бы такая алмата на максималка да 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 вот это уже есть некоторые аспекты да да но 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 нью-йорк это делает до максимально вот интересная вещь от путешествия там все-таки я понял но для себя что алмата это лучший город в мире реально из практичной точки зрения там ну со всех сторон действительно и по красоте по ощущениям у нас сейчас смотришь там и новые там и кафешки открывается прям как в европе но ничем не уступает люди у нас стали более там открытыми там пассан какое-то новшество казахи сильно развивается и постоянно приносит какие-то новшества и там с пробками конечно я хотел сказать меньше пробок но сейчас эта проблема этот к нам приходит но именно что у нас вот эта застройка идет это что не такое принципе плотное население и вот с точки зрения чтобы жить все-таки алмата номер один и не супер дорого достаточно все доступно и учитывая то как сейчас многие могут достаточно дистанционно работать жить здесь и делал вести вести дела там где-то в там больших рынках городах это алмата в этом отношении супер да есть все шансы до чтобы стать такой вот нам да 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 центр притяжения для абсолютно дистанционно абсолютно абсолютно ну да то есть там нужно такого с воздухом решить с пробками решили да и это гораздо более да вот пробки я не знаю это будет наверно то инфраструктурная работа тяжело дорожить и дорого но мне кажется надо уже решать это это просто ужас классно меня буквально сразу два вопроса один из них все так расскажи про свою информационную диету что ты читаешь слушаешь вот если взять последний год или на как бы что я читаю да почитаешь слушаешь смотришь ну вот откуда ты потребляешь вдохновение информацию вот последние годы у меня немного другие сейчас такой фазе вот допустим у меня последние годы были спринты короче спринт развития спринт чила короче спринт развития спринт чила я сейчас на спринте чила скажем так у меня получается вот все эти годы сильно я давил допустим на там познание чего-то на там теорию и так далее сейчас последние годы буквально с 30 там одного года меня больше заботит практическая сторона именно имплементация практика того что там что я чему я научился как я могу это использовать допустим там пользуюсь себе там и так далее родным и сейчас меня больше именно заботит то как я практикую вещи я понял что практика это совершенно другая история опять таки про спорт то что мы обсуждали там ты в теории про борьбу можешь знать все что угодно да например но это не делать тебя борцом ты можешь быть хоть супер специалистом тебя делает борцом если ты борешься это сделать и комментатором это делать и комментатором хорошим наверное да но не борцом чтобы быть борцом ты должен бороться вот и там знание они немного другие получается и форма понимания тоже другое также про бизнес вы можете читать супер книги теоретически всю узнать историю знать там знать как заверш совершаются сделки как эти контракты называются но это не практикуя вы не становитесь бизнесмен и интересные вот вещи даже допустим крутой бизнесмен этот virgin ричард брэнсон смешной факт про него что он буквально там несколько лет назад узнал что такое там по-моему и бит что ли вернется бифо и и беда до вернется бифо и интересен такс он недавно только узнал хотя он это узнал когда он уже там миллиардер там построил империю и так далее потому что для него это не важно было там то чем он на чем он концентрировался и так далее это как там шерл холмс там не знал что там земля круглая допустим для его дела это не нужно было там но примеру например и как бы я больше действительно понял что сильно невежество да 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 абсолютно абсолютно верно это не делает тебя более эффективным и лучшим там знание не к некоторых вещей как раз таки я понял что нужно практиковать а практику нужно набивать это только с опытом это маленькие вещи которые ты делаешь там каждый день по чуть-чуть и для меня сейчас стал фундаментальным там в делах там несколько дел решить потом их размышлять обдумывать потом несколько дел решить их размышлять обдумывать анализировать и там строить планы планы я тоже тоже пытаюсь правильно градацию найти допустим слишком сильно в планы уходишь там они никогда по плану там события никогда не происходят поэтому нет смысла там сильно глубоко там планировать планировать ты можешь только ближайшие маленькие вещи допустим что я ежедневном хочу делать допустим и те же дневно делаешь и там на этом уже строишь там следующие шаги практически последние годы то чем я занимаюсь это вот эти потому что мне уже мне не нужно не вдохновение я все свое вдохновение уже получила работал получил и так далее мне сейчас именно важно этот имплемента период до реализации как машина в обучении есть период explore период exploit вот я тоже об этом не переживай я делаю это совсем в тупую я все вещи делаю в тупую я иду и делаю как могу и смотрю я не боюсь совершать ошибок я наоборот люблю совершать аж я куча ошибок всякую херена делаю и потом я начинаю корректировать и как раз таки эти ошибки они дают сигналы там вот здесь вот так нужно вот здесь вот так и чем больше ошибок я делал тем лучше на следующий раз у меня performance получается идет я заметил что этот метод он самый лучший да это действительно я сто процент соглашусь когда ты знать и не делать это еще не знаю да как говорила уже и этот вот как бы на словах то очень легко сказать но на практике это должен преодолеть через этот вот стыд того что ты будешь ты покажешь что ты на самом деле не так хорош когда ты будешь когда ты будешь на поле если ты сидишь на 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 скамейке зрителя да там там все все это были скромные когда ты выходишь на арену вот тогда все начинается все знания происходит там да 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 настоящие знания стоящие знания потому что умничать со стороны можно хоть сколько на самом деле и как раз таки есть барьер это для многих мне кажется такой моральный барьер того что они не продолжают там это делать и заниматься там тем чем они хотят заниматься потому что они где-то могли ощутить некую критику со стороны что они вот это неправильно делать что они не предрасположены и так далее мне кажется любой человек если хочет просто делай в тупую не получается хочешь делай дальше улучшай либо хочешь не делай это твой выбор но ты хочешь делать делай там и дальше также твой выбор у тебя есть там полное право твоя жизнь перестать этим заниматься был опыт классно и так далее но я теперь понял что пока сейчас тут и не хочу данный момент хочу вот это нужно себя слушать и свои желания у полграмма из классная фраза на этот счет действие создает информацию из бездействие да 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 так и есть так есть это вот условно типа как бы помню какой такой анекдот когда там молодой человек думает жениться ему или нет спрашивают потому мудреца что ему делать и и там не принимает в итоге решение через пять лет опять мудрец ему встречается и он спрашивает как бы когда я до сих пор не решил ну ты был в это время решить что-то да ты мог быть хоть субоптимально решение принять и по крайней мере через пять лет ты бы узнал какая дверь открывается да и тогда нужно принять решение даже неправильное абсолютно чтобы уменьшить количество людей абсолютно верно да и первое решение всегда будет неправильно по любой всегда будет неправильно к этому нужно философски относиться готовиться и вот как раз таки вот этот метод принятия там ошибок это и есть метод улучшения ну и такой последний в туристический вопрос как выглядит твоя идеальная жизнь через скажем так 20 лет и ну и попробую ее описать вообще как вообще будет мир выглядеть и да 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 и ты в этом у меня вот это у меня с детства были определенные при мечты которыми я горел они в принципе у меня остались я просто ими не горю но они у меня остались там я свою жизнь откровенно скажу я там своей идеальной жизни это мультитриллионер построил супер империю причем в разных там направлениях у меня обязательно есть там космический корабль то есть это бернард орно вместе с его маска да и маска но и это больше такой звездные войны скажем так звездные войны в не во время войны короче я заснул первые пять минут на каждом фильме вот но я тебе расскажу сейчас концы короче это космический корабль все круто и обязательно вокруг все счастливы потому что да и я понял что если там близкие или даже знакомые мне люди несчастливы то я счастливым не буду спасибо огромное ну и это был рахат и последняя рубрика до нашего тоже третий эпизод постепенно мы создаем привычку атомную рахат какая какой у тебя вопрос для наших зрителей лучшие комментарии лучший ответ получит футболку тебе но тебе от который была по вашему мнению кто самый секси айтишник или айтишница у нас к дороге то есть вопрос принят мы то здесь нету из либо айти либо айтишница да то есть такой да весь 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 пул самый лучший ответ мы выберем на и объявим будущих эпизодах всем спасибо бейсы идут веки рот игнорю и найдите свой хигай рахмет